Друзья, если вы еще не подписаны на канал, обязательно подпишитесь, поставьте лайк, напишите комментарий и поделитесь этим видео в своих соцсетях. Моей благодарности не будет предела. Город-призрак на дне моря. В 1362 году город Рунгхольд, стоявший на берегу Северного моря, затопили морские волны. Об этом затонувшем городке и его обитателях ходят в округе странные истории. Где находился Рунгхольд точно неизвестно. Археологи и энтузиасты-краеведы давно ищут остатки легендарного поселения вблизи острова Пельворм. В 1882 году этой страстью заразился известный в то время немецкий поэт Детлиф фон Лиллианкрон, который полтора года был старостой сельского округа на острове Пельворм. Поэт фон Лиллианкрон обобщил все отривычные рассказы о затонувшем Рунгхольде, его беспокойных призраках, облек поэтические строки и приукрасил своей фантазией. Именно это яркое стихотворение о городе, захваченном морской стихией, окончательно сформировало легенду об ушедшем на дно городе. Известно, что таинственный Рунгхольд действительно существовал в 70-х годах 20 века в Гамбурге в Государственном архиве на один старинный документ, содержание которого подтверждает существование церковного прихода Рунгхольде. Но в административном округе Эдамсхарде города с таким названием никогда не было. Историки полагают, что Рунгхольд основан около 1200 года на берегу протоки к юго-востоку от Пельворма. Население около тысячи человек, занималось преимущественно сельским хозяйством. Кроме того, в Рунгхольде была маленькая гавань. Вряд ли жители купались в роскоши. Ни о каком особенном богатстве не может быть и речи. Возможно, на кораблях в Рунгхольд доставляли соль, которая в средние века была ходовым и недешевым товаром. В предполагаемом районе Рунгхольда не найдено никаких признаков роскошных захоронений или других следов присутствия зажиточных горожан. Месторождений соли там не было, кругом только торфянники. Тем не менее, Рунгхольд именно благодаря гавани имел, возможно, немаловажное значение для всех обитателей округа Эдамсхарде. Рунгхольдские жители не ожидали беды. Они много лет строили дома на донных отложениях в том месте, где в ледниковый период проходило русло глубокой протоки. Основание пересохшего русла мало-помалу оседало и, наконец, туда хлынули волны Северного моря. Несмотря на высокие дамбы, построенные с необычайным усердием и трудолюбием, люди не смогли отстоять у разбушевавшейся стихии обжитые места. 16 января 1362 года земля, на которой они жили, безвозвратно исчезла под водой. Потоп. Божья кара? За что настигла погибель мирных граждан? Об этом у людей на побережье есть разные объяснения. Знатоки здешних мест многозначительно шепчутся между собой. Все это неспроста. Божья кара за ужасные грехи. В 1666 году автор северофризской хроники Антон Хаймрах описал наводнение в Северной Фризии в приукрашенном виде. У него получилось настоящее сказание с занимательными подробностями и добавлениями, придуманными за почти 300 лет. Среди этих всех затопленных мест начинается повествование Антона Хаймраха. Особенно примечательен Рунгхольд. По словам автора хроники, благосостояние округа зависело от этого города, и старожилы рассказывали о нем много чудесного. Современники Хаймраха знали немало истории о подводном городе. Однажды призвали священника, чтобы причастить больного, сообщает Хаймрах. Но когда этот благочестивый муж вошел к страждущему, он увидел на кровати здорового мужика, пьяного как свинья. Это богохульники хотели поиздеваться над добродетельным христианином. В негодовании он поспешил выйти вон, но его не выпустили. Безбожные гуляки остановили его силой, отняли жестянку с просфорой для причастия и налили туда пива. Церковник после такого поношения стал взывать к Господу, чтобы Бог покарал грешников. Прошло совсем немного времени, и с моря подул ужасный ветер. На сушу накатили высокие волны. Морская пучина поглотила всех. Стихия не пощадила никого, кроме священника и еще нескольких девственниц. Во второй половине 17 века, когда Хаймрах писал свою хронику, Северное море закрыло берег в районе бывшего округа Эдамсхарде толстым слоем отложений. В заливаемой приливами территории уже тогда находили очень мало остатков прежних поселений. В некоторых местах накопился такой толстый слой песка и ила, что там снова образовалась суша, куда не доходили волны. На этот раз участки суши достались людям ненадолго. Через какое-то время море начало затоплять эту землю. Площадь островка Зютфаль, например, в течение 130 лет уменьшилась в три раза и составляет теперь 56 гектаров. В сильный шторм весь остров полностью под водой. Подарок со дна моря. Это было в 1921 году. Светило солнышко. Это был день Святой Троицы. Крестьянин Андреас Буш с острова Нортшант ехал в повозке и проезжал через затопленный участок. Он уже подумал, что придется поворачивать назад, потому что лошади стали увязать в жидком иле. Крестьянин с неимоверными усилиями вытащил повозку с лошадьми на твердое место. То, что он потом увидел, изменило всю его дальнейшую жизнь. Прямо перед ним торчали из воды на 70 сантиметров сваи осушительного шлюза регулятора. Немного подальше можно было различить нижнюю часть верфи и угадывались пахотные угодья. Море склынуло и обнажило рядом с островом Зютфаль остатки средневекового поселения. Андреас Буш сразу подумал, что это легендарный Рунгхольд. До этого открытия никто точно не знал, где находилось место, судьба которого по сей день волнует умы жителей фрисских островов. На некоторых старинных картах Рунгхольд лежал севернее Зютфаля, а на других он обозначен скорее к югу от этого острова. Андреас Буш долгие годы занимался углубленными поисками следов Рунгхольда и преддавался этому занятию с подлинным энтузиазмом. Он терпеливо дождался отлива, обследовал, фотографировал, составлял подробнейшие карты местности. За научные заслуги, археологические исследования на месте предполагаемого Рунгхольда самоучка Буш был отмечен университетом Кристиана Альбрехта в Киле. Печальная история подводного города на этом бы и закончилась, если бы не отнолог Ханс Петер Дюр. Все началось с того, что летом 1992 года Дюр с женой и детьми проводил лето на острове Нордштранд. В летнем домике он нашел карту, составленную в 1652 году картографом Йоханнесом Мейером из Хузума, города на западе земли Шлезвиг-Гольдштейн. Карта называлась «Очертание Рунгхольда и его приходов» год 1240. Дюр припомнил известное стихотворение Лилиен Крона и решил изучить вопрос самостоятельно, обследовать местность, в частности тот участок, где нарисовал Рунгхольд картограф середины 17 века. В июне 1994 года профессор вместе с группой студентов Бременского университета приехал в Хузум и отправился на поиски исторических артефактов. Там, где на карте Мейера лежал Рунгхольд, профессор Дюр начал раскопки, затрудненные тем, что указанный участок покрыт водой и толстым слоем и листой жижи. Суши там фактически нет. Должностные лица из археологического управления земли Шлезвиг-Гольдштейн не в восторге от инициативы бременского ученого. Экспедиции Дюра оживили интерес к истории в средневекового Рунгхольда, а призрачное богатство затопленного портового города и случайное открытие Буша вдохновляют на подвиги местных кладоискателей. Однако профессора Дюра не так-то просто остановить. Он написал книгу, в которой обобщил результаты своей 11-летней работы и сопоставил их с большим количеством скрупулезно собранных исторических сведений. Профессор уверен, что он не только нашел подлинный Рунгхольд, но и обнаружил доказательства существования на этом месте поселения еще в Бронзовом веке. Это поселение якобы поддерживало торговые связи с городами Средиземноморья, в частности с островом Крит. По мнению специалистов, эта гипотеза не имеет под собой никаких оснований. Хотя профессор Дюр окончательно подорвал свой авторитет в глазах археологов и историков, все любители местных легенд и поверий должны быть ему благодарны за поддержание славы подводного города. ПОДПИШИСЬ!